Старый Султан У Пастуха Был Верный Пес По Имени Султан Который Очень Состарился И Потерял Все Зубы И Однажды Когда Пастух И Его Жена Стояли Вместе Перед Домом Пастух Сказал Завтра Утром Я Я Застрелю Старого Старого Султана Потому Что Он Теперь Теперь Никуда Не Годится Но Жена Его Сказала Пожалуйста Пожалуйста Оставь Бедное Верное Существо В Живых Он Он Послужил Нам Много Лет И Мы Мы Должны Дать Ему Средство К Существованию До Конца Конца Его Дней Но Что Мы Можем С Можем Можем С Ним Сделать Сказал Пастух У Него Ни Одного Зуба В Одного Головья Головья И Ворам На Него Наплевать Конечно Он Служил Нам Нам Но Тогда Он Он Сделал Это Чтобы Заработать Заработать Себе На Жизнь Завтра Будет Его Последний День Будьте Уверены Бедный Султан Лежавший Лежавший Рядом С Ними Слышал Все Что Говорили Между Между Собой Пастух И Его Жена И Очень Испугался Подумав Подумав Что Завтра Будет Его Последний День Так Вечером Он Он Пошел К Своему Доброму Другу Волку Который Жил В Лесу Лесу И Рассказал Ему Все Свои Горести И Как Его Хозяин Хотел Убить Его Утром Успокойся Сказал Волк Я Я Дам Тебе Хороший Совет Ваш Барин Знаете Ли Каждое Утро Очень Рано Выходит С Женой В Поле И Они Берут С С Собой Своего Маленького Ребенка И Кладут Кладут Его За Изгородью В Тени Пока Они Работают А Теперь Лягте Рядом С Ребенком И Притворитесь Что Наблюдаете Наблюдаете За Ним А Я Выйду Из Лиса И Убегу С С Ним Вы Должны Бежать За Мной Так Быстро Как Как Только Можете И Я Дам Волю Тогда Вы С Сможете Отнести Его Обратно И Они Подумают Что Вы Способны Спасли Их Ребенка И Будут Вам Так Благодарны Что Будут Заботиться Заботиться О Вас Пока Вы Живы Этот План Очень Понравился Понравился Собаке И Соответственно Так Обошлось Волк Пробежал С Ребенком Немного Пастух И Его Жена Закричали Но Султан Вскоре Догнал Его И Отнес Бедняжку Обратно К К Своему Хозяину И Хозяйке Тогда Пастух Погладил Его По Голове И Сказал Старый Султан Спас Нашего Ребенка От От Волка И Поэтому Он Он Будет Жить И О Его Нем Будет Хорошо Заботиться И У Него Будет Много Много Еды Жена И Иди Домой И Накорми Его Его Хорошим Обедом И Пусть Он Будет Спать На Моей Старой Подушки Подушки Пока Он Жив Так Что Эс Этого Времени У Султана Было Все Что Он Мог Пожелать Вскоре После Этого Пришел Волк Пожелал Ему Радости И Сказал Ну У Мой Добрый Друг Не Рассказывай Сказок А Поворачивай Голову В В Другую Сторону Когда Я Хочу Ответать Одну ИС Прекрасно Красных Жирных Овец Старого Пастуха Нет Сказал Султан Я Буду Верен Своему Хозяину Однако Волк Подумал Что Это Это Шутка И Пришел Однажды Ночью За Лакомым Кусочком Но Султан Сказал Своему Хозяину Что Волк Собирался Сделать Сделать Поэтому Он Поджидал Его За Дверью Амбара И Когда Волк Был Занят Высматриванием Доброй Жирной Овцы Он Вел Ему За Спину Положить Толстую Дубину Которая Которая Тщательно Расчёсывала Его Волосы Тогда Волк Волк Очень Рассердился Назвал Султана Султана Старым Мошенником И Поклялся Что Что Отомстит Итак На На Следующее Утро Волк Послал Кабана Кабана Что Бы Вызвать Султана Что Бы Он Пришёл В Лес С Чтобы Бороться С Этим Делом Теперь У Султана Не Султана Султана Было Никого Кого Он Мог Бы Попросить Себе В Помощники Кроме Кроме Старой Пастушей Трёхлапой Кошки Так Что Он Взял Её С С Собой И Когда Бедняжка Хромала Вместе С С Какой-то Проблемой Она Подняла Свой Хвост Прямо В В Воздух Волк И Кабан Первыми Оказались На Земле И И Когда Они Заметили Приближающихся Врагов И Увидели Длинный И Хвост Хвост Кошки Стоящий Прямо В В Воздухе Они Подумали Что Она Она Держит Меч Которым Султан Будет Сражаться И Каждый Раз 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 Когда Она Хромала Они Думали Что Она Поднимает Камень Что Она Чтобы Бросить В Них Так Они Сказали Что Им Не Сказали Что Должен Нравится Такой Способ Борьбы И Кабан Лег За Куст А А Волк Вскочил На Дерево Вскоре Подошли Султан И Кошка Кошка Огляделись И Удивились Что Никого Нет Кабан Однако Не Совсем Спрятался Потому Что Его Уши Торчали Из Куда Уши Куста И И Когда Он Слегка Потряс Одну Из Них Кошка Увидев Что Что Что-то Шевелиться И Думая Что Это Мышь Прыгнула На На Нее Укусила И Поцарапала Так Что Кабан Вскочил Захрюкнул И Убежал С Ревом Посмотри На Дерево Там Сидит Тот Кто Виноват Они Посмотрели Вверх И Увидели Волка Сидящего Сиди Ветвей И Они Назвали Его Трусливым Негодяем И Трусливым И Не Позволили Ему Спуститься Пока Он Не Устыдиться От Всего Устыдиться От Сердца И Не Пообещает Снова Стать Добрыми Друзьями Са Старым Добрыми Друзьями Султаном Султаном